Международный конкурс Было отобрано 10 команд, которые представили интересные идеи, но во втором этапе должны эти идеи быть проработаны с учетом технологических особенностей метрополитена. Техническое задание включает в себя особенности строительства двухкотных тоннелей. Конкурс традиционно проходит международный. Интерес к этому конкурсу в различных странах мира только растет, потому что Москва традиционно один из лидеров метростроения и основных трендов в этой области. Данные станции, которые сейчас на конкурсе рассматриваются, они по объемопланировочным решениям принципиально новые. Это станционные комплексы для двухпутного тоннеля. Участок линии будет состоять из линий двухпутного тоннеля и станционные комплексы будут с боковыми посадочными платформами. Отличие этих станций от того, что ранее строилось в Москве, то, что на станции будут отсутствовать различные колонны, пилоны, станции полностью очищенные от лишних опор, которые будут мешать пассажиропотоку. Мы формируем пространство с двумя боковыми посадочными платформами, объединенными мостовыми сооружениями и выводим пассажиры прямо на поверхность эскалаторами. Под те решения, которые объемопланировочные были разработаны, сегодня конкурсанты показали ряд, на мой взгляд, футуристичных идей, которые пока что ни в московском, ни в петербургском метрополитене не применялись. Конкурс на метро, он имеет такую специфику, в общем, так сложилось традиционно, уже можно сказать про традицию некую, что он особенно интересен для молодых офисов, которые часто через конкурс на метро потом получают себе путевку в такую взрослую, уже серьезную жизнь. Это тоже важная задача, то есть такой профессиональный лифт в этом плане получается. Заявка номер 9, а я вас смотрю. Чтобы оставить эту заявку для рассмотрения, 50 на 50 заявка остается.